Я не стал смотреть. Нет, это ничего не значит. Я просто его не стал смотреть по одной простой причине. Шикарный фильм, говорят. Может быть, но я не стал смотреть его по одной простой причине. Я против того, чтобы Пушкина, Бродского, Бунина и так далее, и так далее снимали в кино. Но не надо это делать. Хотя, конечно, он был совершенно гениальный Пушкин. Ролан Быков. Ролана Быкова больше нет. Неплохой был, но никакого отношения к Пушкину, конечно, не имя. Неплохой был и очень похожий внешне. Приятель, друг ближайшего Кушнера и мой хороший знакомый, Смирнов Андрюша. Бунина он сыграл. Но это не Бунин. Но не надо это играть. А тут еще было что. Тут же сделали абсолютный грим Бродского, Сережи Юрскому. Ну, это нехорошо. Это неправильно. Я поэтому его не стал смотреть. Они почему-то не думали. А Хржановский, Хржановский, режиссер, он это очень довольный человек и прекрасный мультипликатор. Занимался вот своими мультипликационными делами. Вы сказали, что он 65-й сцен написал, но когда он пару тем, в Америке написал 65-й сцену. Он написал больше 60-й сцен. Вы хотели бы пару тем, что он так посвятил алюкантскую тему хотя бы? Вот тут, например, есть куча вот в этом. Вот, например. Я просто перечислил. Перечислил. Значит, вот мне это очень нравится. Тут есть и даже кто переводил. Кто переводил. В основном на английский. Трофейное. Трофейное. Вот. Состояние, которое мы называем изгнанием. Место не хуже любого. И, наконец, вот то, что я собирался зачитывать, «Лицами общим выражением». Это слова его любимого поэта. У него любимый поэт был не Пушкин, у Братского. У него любимый поэт был Евгений Абрамович Барабыловский. И он на свою нобелевскую лекцию, не лекцию, когда ему король, значит, повесил, там, вручил племя, а нобелевскую лекцию он написал. Это и назвал ее «Лицами общим выражением». Наконец, посвящается «Позвоночнику», «Как читать книгу», «Похолостылки», «Профиль Клио», «Речь на стадионе», значит, ну и так далее. Письмо президенту. И, наконец, вот это «О скорби и разуме». Совершенно потрясающе. «Кощачий мяу», «Письмо Горацию», ну и так далее, и так далее, и так далее. А 17 из них написано по-русски, а, значит, вот, 43 или 45 написано на переводе. Один из них, очень прекрасный, здесь нет, в этом томе, перевел Митти Чекалов, Дмитрий Чекалов. Дмитрий Чекалов – это пасынок Александра Кушнера, сын Ленина Сглядов, с которым я имел счастье, 8 лет работать в отделе прозы журнала «Аврора», а ее сын, он вот стал очень хорошим переводчиком, и он замечательно перевел два или три, значит, это, и он такой очень скромный человек. Я однажды в библиотеке, значит, городской имени Майковского, я уже прочту, у меня лет просто принесла, еще не было, это опубликовано, он мне говорит, почитай, вот, мой сын перевел. Я, что я ему говорю, не верить мне ничего, ты прочти и скажи ему, если тебе понравится. Если не понравится, не говори. А мне жутко понравится, и я встречаю, и вот он, и, блин, он очень скромный, очень поклонный на маму. Значит, не скромность, а внешность. Мама не отличается этим. Ну, мама, мама, очень талантливый человек, не в этом дело. И я подхожу к нему, с присущей мне экзотирностью, говорю, «Витя, дай я тебя обниму!» Он говорит, «Пожалуйста, Алексей Петрович, я его обнимаю, а по поводу...» Он замечательно сказал, «А по поводу чего вы мне так понимаете?» Я говорю, «У тебя уже обратный перевод с русского на английский. По поводу, говорю, скорби и гнева, по поводу скорби и разума, ты замечательный перевод». И он так это прямо говорит, «Да, это очень сложно переводить в Брандске». Я говорю, догадываюсь, только догадываюсь. Ну, то есть, вот эти все отдельные книжки, которые вышло потом уже много, и вот они пробили ему дорогу к этому самому. Но тут такой Лев Лосев, он же Леша Левшевский, он написал, «Если выстроить список тех, кто не получил на английский перевод, то он будет не меньше, а то и побогаче, чем список, по таланту, по величине, чем список тех, кто получил». Начнем с Ивана Николаевича Толстого, Ипсона, Чехова, Стринберга, затем Набокова и так далее, и так далее. А уж список тех, кто там отказался, Саратов, он отказался сам. Только Пастернака заставили отказаться. Когда он написал, что же сделал я за пакост, я убийца и злодеи, я весь мир заставил плакать над красой земли моей. А Набоков потом примерно так же написал, и ему, как удивительно, никто нигде не сказал, между прочим, а он терпеть не мог. Он хорошо относился к Пастернаку поэта, Набокова, но терпеть не мог доктор Живана. А это стихи из романа. И он, видать, настолько, что он очень похоже написал такую. Ну, прямо, значит, он написал. И думаю, никто же ему и не сказал. Ты что же, не любишь там, жива, ради бога, не люби. Ну, что ж ты у него прямо воруешь? На что мне здесь люди, такие близкие к гениальности или чистые гении, говорили, гений, особенно если это друг, имеет право воровать у друга. Сколько хочет. Может быть, так и есть. Вот. Есть вопрос, Вячеслав? Такие дела. Сережа, кружку нельзя вручить? Что-то уже вручал.